Ну вот. Как это? Чубака? Или как это? Как такого зовут, который волосатый? Чубакай. О, это вообще и лысый, и волосатый одновременно. В общем, сейчас тут у нас убирались. Может, ещё придут убираться. Это, кстати, такое счастье. Спасибо большое, что убираются. Мне, правда, надо было делать вид, что это у меня утро, а не вечер. Ну, не знаю, насколько я справился. Много каких-то... Я опять не знаю, с чего начать, и что говорить, я начинаю вести бровями. Почему я на это обращаю внимание сейчас? Потому что сегодня, чтобы понять, когда я в последний раз делал физкультуру, мне пришлось посмотреть свои старые записи. Ну, в смысле, последние какие-то. И это меня удивило. То есть, я ещё жалуюсь, что у Райкина там иногда не смешные шутки. А сам я какие-то делал странные, полусмешные лица какие-то. Меня это всё, в общем, удивило. И в итоге я нашёл, когда я делал эту физкультуру, и подумал, что сегодня можно было бы её тоже сделать. Но было уже очень поздно, поэтому я не знал, как мне. Обычно я под музыку себя как-то заставляю, потому что, не знаю, уже привычка такая. А сегодня, вот из-за того, что поздно, пришлось как-то тихонечко тут что-то делать, свои упражнения. Но мне, кстати, понравилось, на самом деле, потому что от громкой музыки у меня у самого как-то уши, что ли, глохнут. Я не знаю. Но и соседей тоже я как-то, наверное, отвлекаю. А вот сегодня было хорошо в этом смысле, что, ну, я надеюсь, что соседи ничего не слышали, а сам я как бы нормально, так легко всё прошло. Ну, не знаю, насколько легко. Потому что у меня, конечно, с усталостью что-то такое происходит. Вот я сходил в магазин, после этого мне надо было заниматься, и я уже какой-то уставший, и мне уже трудно. Я уже в какой-то момент понял, что то, что я делаю, не имеет смысла и полезности какой-то. Что-то сегодня ещё происходило. Но с едой что? А, с едой. Купил я эту дорогую перлуху. Перловку. И фирма Мистраль. Она была по акции, но просто дешёвой не было, поэтому купил дорогую. И... Они такие оригиналы. Это так замечательно. Они за дизайн, что ли, просят денег. Но там упаковка такая, что... Во-первых, не найти этот штрих-код, потому что он в виде каких-то кустиков, там, травки какой-то. Понять, что это штрих-код, вот, мне было трудно. И главное, что я не хочу об этом думать. Если я покупаю перловку, вот я хочу вот так вот пикнуть с закрытыми глазами и пойти домой. Мне не надо смотреть на эти красивые акустики. А сейчас... Ну, это когда я ещё покупал. А сейчас... Сегодня... Думаю, как открывать? О! Скотч приклеили. О, дизайн. Замечательно. И написано. Аккуратно. Надо раскрыть там что-то. Но я открываю, и, видимо, я неаккуратный. Я прям даже испугался, потому что у меня что-то порвалось куда-то не туда. Главное, что у меня для этого специально уже есть скотч. А тут вот опять такая дизайнерская идея. Кстати, ну, она, может быть, и сработала бы, но у меня она не сработала. Меня она только напрягла. Очередной раз. Сама перловка... У меня возникло такое ощущение, что она немножко жёстче, когда я её мыл. Что она уже как будто бы немножечко подмыта, или я не знаю. Это, конечно, очень важно. Но вот эти вот 365 дней, она была как будто грязнее. Но результат примерно такой же был. Ну, еда в итоге примерно такая же была. А вот когда я более дешёвую покупал перловку тоже в ленте, но не 365 дней, а какую-то такую в прозрачных пакетах, вот она была какая-то другая. И я её как раз не хотел покупать в последний раз, поэтому купил вот эту мистраль. Но, может быть, мне стоило бы и купить ту, я сейчас думаю. Потому что, ну что это, дорого, а как-то не лучше. Я не займётся, чтобы особо лучше. Потом мне надоели вот эти вот на заднем плане. Я тоже смотрел своё видео, но как надоедает вот это вот на заднем плане. Маски висят. Это же ужас. Вот сейчас встал тут на подушку. Фильм какой-то подозрительный, но интересный, слишком энергичный и вызвал у меня тревогу. Называется «Промар». Это мультик анимешный, слишком энергичный. И основная мысль такая, что есть люди, которые очень энергичные в жизни, и они много что делают, и они, главное, что могут реально преуспеть. Как это? Как строилась Америка? Просто много в разных местах строили городов с высокими домами, и где-то это выглядело хорошо. Или вот, ну это, конечно, моё мнение, что эти азиатские страны, там тоже азиатские города, да, высокие дома, но там не нашлось такого места для города, где бы это выглядело хорошо. Хотя, ну так вот, этот Шанхай немножко на острове, но в общем, очевидно, что высокие дома смотрятся хорошо, только на ровной поверхности, особенно если окружены водой. Иначе они просто не смотрятся круто. Они смотрятся так себе. Я не знаю, может быть, это лично моё мнение, а если это не лично моё мнение, тогда можно сделать вывод, что... Я уже забыл, что я говорил. Что... Какой вывод можно сделать, если это не моё личное мнение, что какой-нибудь Нью-Йорк – это красивый город. Вот в смысле, как смотрятся высокие дома, относительно, кстати, они даже не самые высокие. То есть дома могут быть выше, но это не будет смотреться, если вокруг нет воды, или если сзади, вот как в Сиэтле. Город выглядит почти так же, но всё-таки там без воды вокруг, и вот эта вот гора сзади виднеется. Это уже не очень. Про мультик что я хочу рассказать? А, это я всё про мультик рассказываю, что есть люди, которые делают всё и в чём-то преуспевают, а есть люди, которые хотят совершать осознанные поступки. То есть, вот я, например, не могу просто быстро всего поделать и быть успешным в чём-то, потому что, ну, так вот получилось. Ну, а есть другие люди. Это основная мысль из этого мультика. Но ещё есть какие-то подозрительные немножечко моменты там, но это уже ладно. Спасибо.